О чем вы думаете, бронируя себе номер в отеле? Комфорт? Цена? Количество звезд? А что если мы предложим посмотреть в этом выпуске удивительные отели в виде транспортных средств? Узнаем, какие из них на ходу, на каких можно поплавать или даже полетать, и можно ли. И где в мире и России находятся отели в виде летающих тарелок, а также в какую сумму обойдется ночь в каждом из них. Отели-самолеты The Plain Mattel Находится в Новой Зеландии, в Атараханго, объявленный как один из последних самолетов-союзников из Вьетнама. Это грузовое судно Бристоль 1950-х годов теперь служит отправной точкой для путешественников, которые собираются на рафтинг в Новую Зеландию. Несмотря на небольшие удобства, в самолете могут разместиться 4 человека в двух отдельных комнатах, одна из которых расположена в кабинете пилота. Ночь в таком отеле обойдется в сумму от 187 долларов. В Коста-Рике, а именно в Национальном парке Мануэль Антонио на южном побережье, находится отель Costa Verde Boeing 727. «Верде» на испанском значит «зеленый», что логично, ведь отель расположился в джунглях, напоминая сцены из сериала «Лост». Находится он на высоте 50 футов. Весь интерьер этого списанного самолета Boeing 727 южноафриканской авиакомпании был великолепно отделан панелями и оснащен индонезийской мебелью ручной работы. Там также есть крытая деревянная веранда с видом на океан. Здесь ночь стоит подороже – от 250 долларов. Вы разумно можете сказать, что лететь так далеко на самолете, чтобы переночевать за так дорого, опять же в самолете, вы не собираетесь. Тогда предлагаю вам вариант проще, дешевле и ближе. Джамбо Хостел в Стокгольме, Швеция. Ночь в самолете стоит от 75 до 315 долларов. В нем есть как роскошный частный люкс, так и современное 24-часовое кафе, построенное в бывшем салоне первого класса. Помимо воздушных отелей, существует немало отелей и на воде – отели-корабли. Так что если отправиться в круиз, средства не позволяют, но очень хочется, то можно сперва попробовать пожить в плавучей гостинице. Для них, кстати, есть даже специальное название – батель, которое объединило в себе два английских слова – boat, лодка и отель. В столице Франции на реке Сена находится отель Офф, представляющий собой баржу. Отель включает в себя 58 номеров, в том числе 4 люкса с панорамным видом на воду. Есть на территории отеля также и терраса с шезлонгами, и коктейль-бар с видом на мост Шарля-де-Голля. Одна ночь здесь обойдется в среднем в 160 евро. В Великобритании, в одном из пригородов Лондона, есть плавучий корабль The Good Hotel. Расположился он в королевском доке Виктория. Помимо номеров, отель предлагает также фитнес-зал и бассейн. На крыше есть пространство для отдыха, откуда открывается вид на Лондон. Владельцы отеля занимаются инвестициями в обучение в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Людей, которые находятся без работы. Здесь цены за двухместный номер с видом на реку обойдутся примерно в 100 евро за ночь. De Montana Resort в Танзании предлагает более роскошные условия. Здесь есть специальная подводная комната со стеклянными стенами, через которые можно наблюдать жизнь в подводном мире. Отель разработал шведский дизайнер Микаэль Генберг, который также известен как глава компании Генберг Underwater Hotels. Цена одной ночи в таком месте тоже соответствующая. 1840 долларов за номер на двоих. И как вы уже догадались, следующими в нашем списке будут отели поезда. Восточный экспресс позволяет всем желающим путешествовать не только по городам Европы, но и во времени. Интерьер поезда создан так, чтобы у каждого была возможность окунуться в атмосферу 20-х годов прошлого века. Поезд-отель рассчитан на 182 пассажира. Его купе – это трансформеры. Днем – уютная гостиница. Вечером – удобная спальня. В поезде есть три вагона-ресторана, в меню которых – блюдо от шефа Кристиана Бодигеля, который работает на борту Восточного экспресса уже более 30 лет. Поезд следует по классическому маршруту – Венеция, Париж, Лондон. Есть также маршрут, включающий в себя такие города, как Берлин, Будапешт, Стамбул, Рим, Прага, Краков, Инсбрук и Вена. Стоимость самого простого путешествия начинается от 2838 евро. Поезд-отель Pride of Africa – осуществление целой мечты Рона Воса, бизнесмена из Южной Африки, который и является создателем данного чуда. Рон лично собирал по стране старые списанные вагоны, а также следил за их реставрацией. Одна из фишек отеля – полное отсутствие современных атрибутов, таких как телевизоры или компьютеры. Но при этом здесь всегда есть чем заняться. В составе поезда есть два вагона-ресторана – клубный вагон, панорамный вагон и вагон, специально отведенный под вечеринки. В каждом купе имеется корзина с фруктами, чай и африканское вино. Основной маршрут – притория Кимберли-Кейптаун. Стоит такое удовольствие от 900 до 10 тысяч долларов. Отели-вертолеты. В Шотландии, недалеко от деревни Торнхилл, есть гостиница Мэйнс Фарм. Собственно, сам фермер Мартин Стидмен и создал такое необычное жилое помещение для туристов, которое расположилось в вертолете Sea King. Снаружи отель выглядит как настоящий вертолет, а внутри можно поужинать в кабине пилота. В салоне есть все необходимое для комфортного проживания, в том числе кухня и душевая. Сутки отдыха в таком помещении обойдутся примерно в 170 фунтов. О компаниях отеликоптер в 2009 году представила видео, в котором говорила о запуске первого в мире летающего отеля. Ролик завирусился и заставил поверить миллионы людей в то, что первый в мире отель-вертолет на основе советского вертолета Ми-12. Действительно существует. И мало кого смутил тот факт, что ролик вышел 1 апреля. The Times даже включил данный розыгрыш в десятку лучших первоапрельских шуток о путешествиях, а издание Christian Science Monitor в пятерку лучших шуток. В видео говорилось, что такой вертолет должен был проделать путь из Нью-Йорка в Великобританию. Шутки шутками, но кто знает, может такое чудо и вправду не за горами. И, конечно, отели НЛО. В Швеции на территории экологически чистых лесов есть возможность узнать, каково жить на летающей тарелке. Отель Tree Hotel располагает апартаментами в виде НЛО, расположенными на одном из деревьев. В пространстве площадью 30 квадратных метров находится кровать, диван, биотуалеты, столовая. Но самое главное здесь – огромные окна и иллюминаторы, из которых открывается панорама на лес. Ночь в инопланетном отеле обойдется в сумму от 600 долларов. Есть гостиница в виде неопознанного летающего объекта и у нас в России, а именно в Карачаево-Черкесской республике, в Донбай. Помимо названий НЛО и тарелка, у объекта есть еще одно – Дом Футуру. Хотя гостиница и выглядит футуристической, ей уже более 40 лет. Отель небольшой и, может, даже несколько тесноват. Его площадь всего 25 квадратных метров. Здесь есть небольшая столовая, где можно позавтракать и пообедать, а также три номера. Максимальная вместимость их – 8 человек. Цены здесь начинаются от 12 тысяч рублей за номер. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поблагодарить его лайком. И, конечно, переходите на наш второй канал о зарубежном образовании, где мы рассказываем много об учебных заведениях по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова